еще раз снова здравствуйте есть немного времени хочу кратенько рассказать краткий обзор сделать платы есть небольшие аппаратные изменения есть программные изменения в прошивке давайте кратко расскажу на платы что здесь плату на контроллер стм как уже всем известно сведом арм не 512 килобайт флеша контроллера все четыре килобайта оперативки и много выводов что позволяет подключать много периферийных устройств и интерфейсов давайте из-за что поменялась аппарат на это вот плата софтовой кнопкой то есть включается нажатием длительным на перезаряд другой усилитель стоит который очень мне понравился во первых у него меньше обвязки вторых он не ловит наводки от блютуши вот основные так давайте по проплату поподробнее но стандартных кнопки подключаются это у нас триггер это перезаряд но в плате софтовой кнопкой передает кнопку подключаем на поворки они соединены там внутри так интерфейс здесь для подключения дисплея можно как вот такой текстовый подключить можно также и графический можно как и уже сказал графический цветной ну кроме дисплея тоже можно туда еще много чего заживания подключить давайте это включим вот типчик сюда это дисплей необычный рефлекторный то есть он работает как вот старый черно-белый на то на отраженном свете то есть на ярком солнце его лучше видно чем вот обычные так с дисплеями объясню далее что у нас тут интересно есть ну это стандартный это выход на ик диод светодиод серединке плюс тут подписано слева от меня это лет на плате написано здесь и эр подписано видите нет так есть возможность подключить цоп пока я в прошивке это никак бы не использую но она используется в точке доминирования когда мы плату используем как точку доминирования есть выход для управления лентой их называют адресные диоды но не знаю как правильно в общем управляемые диоды так назовем тоже используется в точке доминирования выход на вибромоторчик есть так также есть еще интерфейс варт дополнительный это его добавил и я хочу попробовать подключить вай фай модуль на базе как она то у нас е господи забыл на исп по моему да там модули есть у меня модули такие я уже пробовал на компьютере подключил через переходник вроде получается подключался к точке значит будем пробовать также есть посадочное место для радиомодуля сейчас их пока не ставлю потому что программы еще не готовы для работы то есть тоже можно и будет и прошивку обновлять и статистику онлайн снимать и оффлайн тоже то есть тут потенциал заложен его надо просто раскрыть как бы уже все он работает обмен идет пакет я могу получать посылать но вот уровнем выше еще не реализовал что такое паузу нажим извините сегодня звонки звонки что такое так извиняюсь в чем остановилась сбивают смысл про радиомодуль я рассказал забыл сказать что звук можно регулировать как с пульта и как так вот здесь есть еще и аппаратная регулировка то есть мы выставляем максимальный уровень чтобы искажение не было как сказать ни звук не зашкаливаем и потом еще можно будет с пульта управлять что еще есть вот это у нас разъем свд так называемый трехпиновый суда подключается программатор для заливки а также когда прошивка стартует он перенастраивается используется как обычные два входа дополнительных один используется для переключателя режима огня вот эти две крайние контакты это в резерве пока еще нигде не используется ну кратко все стоит тут тоже этот умный как он назвать управляемый диод этот rgb это у нас система разъема для системы питания сюда батарея подключается литиевая это у нас выход на dc-dc преобразователь то есть когда коммутируем сюда напряжение от батареи поступает на этот выход далее с преобразователя 5 вольт уже повышена идет у нас на разъем питания сюда это power key то есть включение кнопка подачи включение питания она же перезаряд в данном случае так аппаратной части вроде бы кратенько все сейчас я расскажу что изменилось в прошивке теперь давайте посмотрим что у нас изменилось в прошивке в прошивке у нас добавилась подсветка фоновая на повязке кстати забыл сказать что в повязке тоже новая прошивка с поддержкой этой функции мы сможем выставить сейчас давайте включим и плату да что такое извиняюсь извиняюсь опять отвлекли так фоновая подсветка давайте включим любой из девайсов например этот не включил удерживать надо видите повязка еще устройство не включилась повязка чем плюс этих модулей у них очень быстро и соединение происходит и разъединение тоже так мы видим у нас игрок зеленого цвета повязка тоже горит зеленым фоновым свечением давайте считаем какое там значение стоп надо отсканировать сначала это же у нас другое устройство включена повязка ладно тогда покажу как с пульта регулировать с включенной повязкой мы не подключимся к устройству я совсем уже вот какие что теперь можно регулировать кстати пультик тоже вот новым экраном с новой так сказать нельзя назвать прошивкой ну а может нет а может и можно что у нас тут есть управление игрой есть регулировка звука и подсветки звук можно регулировать теперь с пульта все максимальный тише сделаем так и подсветкой можно регулировать уже вообще выключить и 9 уровней яркости есть все максимально появились пресеты в прошивке штурмовик снайпер ну пулеметчик последний герой короче пять пресетов появилась пресет и все настраиваться вот тут вот пресет с нуля начинать пресет 0 тут урон жизнь здоровье и так далее ну что еще рассказать по сути ну вот так если кратко такие вот новшества всем удачи да и забыл я вам рассказать про статистику появились так сказать зачатки статистики здесь здесь на вкладке давайте сейчас немного повоюем двумя девайсами так один у нас оба включим помешки помешки включим с вернее излучатель наш а это знаете потому что там пресет этого пресета меня просили жизнь сделать единицу а а кстати режим зомби тут есть тоже давайте мы пресета сделаем какой уж не помню стандартный штурмовик наверное а а а а теперь попробуем повоевать так старт а а а а а а а а а так теперь выключаем повязки и возвращаемся к конфигуратору сканируем наше устройство и теперь считываем статистику с них вот мы видим что мы тут видим видим ид команды красная инициативатор игрока сколько раз выстрел 12 раз он выстрел пять раз попал фатал хит два раза потому что помните мы два раза убили его и вот суммарный урон то же самое у нас по второму игроку то есть осталось вот на этой базе просто оформить это как-то красиво в документ какой-нибудь там pdf со всякими ачивками там достижениями там снайпер кто там зомби и так далее и тому подобное ну вот тем удачи и и и и и